В настоящее время участились и случаи семейного развода, и факты уклонения от уплаты алиментов. Это очень актуальная проблема общества. По сравнению с прошлым годом выросли показатели по области, какие меры принимаются в отношении тех, кто уклоняется от уплаты алиментов. Подробнее в следующем сюжете. За весь период текущего года заполнено 7800 материалов дел для взыскания алиментов. С каждым годом растет число злостных неплательщиков. Назвавшая себя Жозерой, мама-ребенка, который растет без отца, дала интервью нашему телеканалу. Она хорошо понимает тех, кто сталкивался с такими трудностями, потому что она сейчас сама и мама, и папа своему единственному ребенку. В 2016 году мы с мужем вступили в законный брак. У нас есть один ребенок. Через два года между нами возникли разногласия, и мы с ним развелись по закону. Сейчас я сама одна воспитываю ребенка. Основной причиной развода стала безработица. Сыну два года, мы с ним живем в арендной квартире. Мой бывший муж скрывает свою заработную плату, уклоняется от выплаты алиментов. Сейчас очень много тех, кто не желает выплачивать алименты, а их неуплата противоречит и закону, и требованиям шариата. В первую очередь, когда говорят про алименты, к нам на ум приходят должники отцы. Однако, в нашей области насчитывается 76 матерей, уклоняющихся от выплаты алиментов. В целом, в производстве частных и государственных судебных исполнителей находится 7800 материалов дел. По сравнению с прошлым годом, их количество сейчас увеличилось на 300. Кроме того, выплата алиментов касается только двух лиц. Что же это значит? То есть, в случае смерти лица, выплачивающего алименты, вместо него никто не будет их выплачивать. В случае смерти лица, выплачивающего алименты, никто не платит за него. В большинстве случаев должник скрывает источники дохода, ссылается на безработицу, не предоставляет данные о месте работы, скрывает свой адрес. Заявители вынуждены обращаться в суд, так как должники не хотят по доброй воле выплачивать положенные алименты. Судебный исполнитель все свои действия проводит согласно закону, хотя и в этом случае нет результатов, потому что должники избегают судебного исполнителя. Но надо учитывать и то, что они могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Бывают и такие случаи, что даже при применении всех мер нет никаких результатов, потому что частные судебные исполнители не могут сами привлекать должника к административной ответственности. Они обращаются с представлением в органы юстиции, где государственные служащие составляют протокол и направляют дело в суд. А пройдет ли это дело на судебное рассмотрение или нет, это уже другой вопрос. В соответствии с действующим законодательством, статья 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает уголовную ответственность за неисполнение обязанностей более трех месяцев родителям по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей и устанавливает наказание в виде привлечения к общественным работам, ограничения свободы, либо лишения свободы до двух лет. В настоящее время государственным судебным исполнителям поступило 30 материалов дел. Если раньше заявление о поиске должника направляло в судебные инстанции, то сейчас в прокуратуру. Там выдается санкция в миграционную полицию для исполнения. И в настоящее время проводится проверка движимого и недвижимого имущества должников. Блокируются их счета в банке. В настоящее время ведется проверка движимого и недвижимого имущества должников. Если на их счетах есть средства, то с них и удерживается задолженность по алиментам. Если вы уклоняетесь от выплаты алиментов, то вам надо помнить, что даже и после того, как вашему ребенку исполнится 18 лет, вы остаетесь должником. То есть, сколько бы лет не прошло, придется вернуть весь долг. И по шариату вы тоже обязаны платить алименты. Всегда надо помнить об этом.